Какой из спорткаров Порше GT победит в дракозаезде? Сегодня выясним, погоняемся на новом GT3 RS с GT3 и на GT4 RS с GT4 четверть мили с места волнующая! Ну да ладно, я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Давайте расскажу об этом Porsche 911 GT3 RS. У него двигатель 4-х литровая оппозитная шестерка, атмосферник, мощность 525 лошадиных сил и 465 ньютон-метров момента. Задний привод и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями, снаряженная масса 1450 кило, а цена от 190 тысяч фунтов. Это за самую простецкую версию, это с пакетом в Айсах и не только, стоит 235 тысяч фунтов. И это если еще удастся купить. И кстати, я себе такую заказал, скоро будет. Если хотите посмотреть, как я выбирал комплектацию моему GT3 RS, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылочке в описании, чтобы посмотреть это видео! Обожаю эту машину. Чего тут только нет, на руле есть кнопки настройки передней и задней подвески, можно отрегулировать работу заднего дифференциала и можно различными параметрами настроить регулировку тяги и стабилизацию. К тому же у машины добротный обвес, то, что нужно для трека, но для драк заездов не очень. Создает сопротивление. Зато есть активная аэродинамика и система DRS, как у болидов Формула-1. То есть при быстрой езде антикрыло меняет угол наклона, чтобы разгоняться до скоростей повыше. Но, как это авто на фоне GT3? Давайте узнаем об этой модели от ее водителя. Нек-то расскажи мне все самое необходимое о GT3. Что ж, по сути, двигатель у GT3 такой же, как у тебя, 4-литровая атмосферная оппозитная шестерка, на 15 лошадей меньше, чем у тебя, всего 510, но при этом на 5 ньютон-метров момента больше. 470 ньютон-метров, довольно странно. Абсолютно такая же 7-ступенчатая коробка ПДК, тоже задний привод, но эта машина немножечко легче, видимо, потому что у тебя много крыльев и прочего. Снаряженная масса 1435 килограммов, а еще она дешевле. Эта машина стоит 146 тысяч 400 фунтов, немало, конечно, но куда дешевле твоего авто. Мне кажется, если с пробегом твоя будет стоить за 200 тысяч, а моя и вовсе за 400, а то и к полу ляму подберется. Уж больно тяжело их раздобыть. Думаю, если кто-то теоретически успел взять себе такую, наверняка он сейчас был бы весьма самодовольным, правда? Все верно, так оно и есть. Жду не должность, когда приедет. Ладно, а теперь поговорим о GT4 RS с человеком, который недавно начал учить характеристики машин. Ну-ка, Яни, Карифана, гласи весь список, пожалуйста. Скажу сразу, Мэтт. Я себя чувствую бедным родственником. Во-первых, не в 911-м, а еще стою на полосе третьем. Словно какой-то левый приглашенный водитель. Честно говоря, ты меня расстроил. Ладно, это Porsche GT4 RS Cayman. Четырехлитровая атмосферная оппозитная шестерка, 500 лошадиных сил, 450 ньютон-метров момента. Задний привод, семиступенечная коробка с двумя сцеплениями, снаряженная масса где-то 1415 кило и стоит где-то 123 тысячи фунтов. И вновь это цена за новые машины, если удастся влезть в очередь. С пробегом такая стоит в районе 200 тысяч. Ну, примерно как и GT3. И, наконец, поговорим о GT4. Огласи характеристики Рори. Ну, у GT4 такая же четырехлитровая атмосферная оппозитная шестерка, 420 лошадиных сил, 430 ньютон-метров момента, все та же семиступенчатая коробка ПДК, задний привод, масса 1450 кило, и, судя по всему, сегодня такие в Porsche тоже не заказать, но когда можно было, стоили 75 тысяч фунтов. Ну и с пробегом эта модель тоже стоит куда демократичнее остальных. Не помню, сколько точно, выведем табличку на экране. Кстати, Рори, а ты уверен, что движок тот же самый, что у остальных меню, что-то берут сомнения? Так, вроде тоже четырехлитровая атмосферная оппозитная шестерка, разве нет? А давай-ка проверим на всякий случай, а то любители Porsche нам в***ли все мозги в комментариях. Немного другая внутрянка у двигателя, то есть это тоже четырехлитровая атмосферная оппозитная шестерка, но отличается конструкцией. Вот знаешь, Рори, чтобы застолбить себе Porsche, надо знать все такие мелочи, и вот, увы, подкачал, подкачал. Ну так я и неуспешный ютюб-видеоблогер, так что, чё переживать-то? Да не знаю! По-моему, у тебя ещё есть все шансы, Рори! Ладно, если хотите сравнить характеристики всех авто, жмите на паузу. Перед заездом устроим традиционный для Карвау саундчек. И начнём мы с GT4. Окей, Рори, что за дела? Не слыхал почти нихуга. Поддаёт где-то пять тысяч оборотов. Ладно, Яни, тогда подай-ка GT4 RS. Вроде лучше. Выдаёт всего четыре, но ух! И впуск прямо за мной, очень шумно в салоне. Ник, поддай своё авто. Тоже ничего. Ник вспомнил лайфхак. Николас, молодец, мои поздравления, ты среди элиты фанатов Порше. Знаешь лайфхак моделей GT? Рори и Яни, поставьте авто в драйв. Левой ногой зажмите тормоз, потяните оба лепестка и поддайте двигатель, сможете выдать где-то до шести тысяч. Красота! Три, два, один. Ох, зацеп отличный! О-о-о-о, да, давай, GT3 RS! О-о-о, вот это заруба! Надеюсь, сопротивление? Не сопрёт у меня победу! Давай, GT3! Давай! О-о-о-о-о, якоша! Не знаю, чё я это вспомнил, машина пробуждает во мне всякое странное. БР-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бри! Красота! Что ж, отменная получилась гонка между GT3 RS и GT3. В очередной раз доказали, что 911 круче любого каймана, правда же, Николас? Ага! Совершенно согласен, блестящий, правда? Убедительная победа 911-х! Я не как тебе заезд! Досадно, и обижаешь меня. Сам в 911-м, а меня посадил в GT4 RS. Ну, серьёзно. Так я обида. Некоторые считают, что это лучшее авто из всех четырёх. Рори? У меня был замечательный обзор на потрясающую гонку между 911-м, и GT4 RS тоже уходил вперёд. Красивые машины, звучат хорошо. А чего ещё желать? Вот навскидку, ты бы какую машину себе взял, Рори? Знаю, что это не самое популярное мнение, но всегда хотел себе именно такой GT4. Мне кажется, у него оптимальная производительность и габариты для британских дорог. Ответ неверный. Яни, что ты выберешь? Да сразу же вышвырну тебя из твоей машины, GT3 RS без вопросов. Верно. Николас? Да ну что, отрицать, все хотят именно эту машину, посмотрите на неё. Самая распуфоренная машина на свете, ещё и шустрая. И впрямь шустрая. Но в этом нужно убедиться наверняка, так что давайте до двух побед, чтобы всё по-честному. Три, два, один. О, на сей раз GT4 RS стартовал лучше. Заруба в этих двоих. Теперь намного ближе. Ну, я всех уделал. Ё-моё. Просто безумие. Давайте сперва поговорим с Яни. Ну чё, получше? Получше. Но стоит проверить, не было ли у меня фальстарта, потому что если нет, то да, намного лучше. Пару секунд заставил Ника попотеть. Ладно, давайте по-быстрому справимся у наблюдателей. Наблюдатели? Не было ли у кого-нибудь фальстарта? Фальстартов не было, всё идеально. Вот, пожалуйста, Яни, идеально. Для меня это уж хорошая весть. Да и всех остальных в этой гонке. Но ты по итогу обогнал 911 GT3? Нет, он смотрел на меня с этой ухмылочкой в кепке этой своей и сидит такой, угорает. Ну, как я обычно угораю, когда побеждаю. Так что, нет, я сегодня недоволен. GT4? У тебя улучшился результат или всё то же самое? Да хороший старт. Первые пару секунд держался с вами наравне, а потом смотрел, как вы уходите вперёд. С учётом обстоятельств, нормально. Всё так, до чего же добротные все эти машины. Но, очевидно, это круче всех. Итак, каковы же результаты? Победил GT3 RS. Он проехал четверть мили с места за 11,1 секунды. GT3 проехал за 11,3 секунды. GT4 RS за 11,4 секунды. А GT4 был последним. Он проехал четверть мили с места за 11,9 секунды. Теперь погоняемся с ходу с 80 км в час до полумили. Машины в самых наименее GT настройках. Обычный режим езды, автоматические коробки. Что ж, три-два раз, пшёл. А ничего. Погодите, дальше впереди. Похоже, сейчас повлияет сопротивление. Работай, ДРС, ДРС, работай. Ох, я не мою, хмылка будет ещё шире. Ну что, начну догонять GT3? Так близко! Победил GT3. Ну, это было весьма интересно. GT3 просто погнал. Сразу выбился в лидеры и остался первым. Я думал, всё же догнать его на высокой скорости, но потом обвес сыграл со мной злую шутку. И всё как-то... Сопротивление чересчур. Я очень удивлён. Я думал, ты меня просто раскатаешь, а нет. Это авто погнало просто непревзойдённо. Яни, с тобой мы шли ноздря в ноздрю. Не понял, кто проехал полмили первым? Кикдаун у меня был лучше всех, даже лучше, чем у Ника. И потом, конечно, Ник меня обошёл, но и ты догнал. Но кикдаун у меня был самый шустрый из четырёх. А уж наверняка какой звук в салоне был. Напоследок между 8 и 9 тысячами оборотов просто... Ммм, конфетка. Тут так громко, просто сдурить. Невероятно. И, наконец, Рори в GT4. Ну да, кикдаун весьма шустрый, но опять смотрел, как вы уехали вдаль. Давайте поедем в максимально агрессивном режиме GT. Ну что, народ? Ещё раз. Теперь со второй. С 65. Три, два, один, пошёл. ДРС. Ох, вновь ты чего близко-то? Давай, ДРС! Работай, мать твою! Давай, GT3! Не дать GT3 меня пойти! ДРС! ДРС! Аха-ха! ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-С! Ох и заруба была чел, ох и заруба! У меня все переключения были идеальными, право на ошибки не было. Нужно сообразить и переключить именно в нужный момент, не упереться в лимит. И я сжал кнопку ДРС как одержимый. Вряд ли стоило, среагировало бы из первого нажатия, но система справилась. Я победил. Мне даже пофиг, что я второй. Заезд обалденный! Я не? Слушай, надо уточнить. Тут так шумно, я не понял. Ты сказал, едем с третьей или со второй? Теперь со второй. С шестидесяти пяти. Со второй. Ты в третий поехал, да? Ага, поэтому я и отстал от GT4, я тебя не слышал. А ещё ты кнопку на рации зажимаешь, и я не могу тебе ответить. Вот я ничего и не понял, и решил ещё раз поехать с третьей. Что ж, погоняемся с ходу. Опять же до полумели на серо с девяносто шести. И третьей передачи. Все приготовились. Три, два, один, пошёл. ДРС! Давай! Вот, теперь я не с нами! Давай обойдём GT3, давай! Давай! GT3 догоняет, но дистанции ему не хватит! Три, два, три, два, три, два, три... Оооооо! Оооо, красава! Аааа, так-то получше я, никогда-то на нужные передачи, правда же? А ты хорошо справилась, а ласточка, молодец, молодец. Но ты всё равно третий, как и в драг-заезде, да? Ну да. Ладно. На сей раз было прикольнее. Тут, знаешь, надо радоваться малому. Ник, опять же, на очень высоких скоростях ты начал меня поджимать. Ты, вероятно, обошёл бы меня, но не на отрезке в полмили. Нам бы понадобилась очень длинная полоса, и что уж там, под них такие машины не рассчитаны. Никто же не будет брать GT3 или GT4 RS для драг-заездов, да? Ну, я вот такой человек, который ради этого и покупает, но это такое чудило. Погодите, народ, настрою машину. Сейчас поставлю самую мягкую настройку подвески. Задняя нормальная. Включил стабилизацию. Также дифференциал при спокойной езде сделаю более агрессивным. И, в принципе, мощность... Мощность менять не надо, но поменяю так просто. Что? Бро, что ты говоришь, чувак? Так, ну, вроде настроил всё так, как хотел. Давайте уже тормозить. Что ж, со 160... Пересекаем черту, тормозим до остановки. Если вместо этого хотите посмотреть заезд с другими Porsche Turbo, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Не хотите? Смотрите торможение. Рацию беру. О, вау! Так, ну... Безумие. Серьёзно? Я проду в торможении? Серьёзно? Э-э-э, чё-то вообще непонятное. Такая большая дистанция. Обычно меня в торможении унижают. Просто дурдом. Скажу честно, день у меня скверный. Очень-очень скверный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, да чего прикольно. Что ж, если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. Напишите в комментариях, какая из этих машин вам нравится больше. Нажмите на окошки сливы, чтобы посмотреть ещё что-нибудь, либо на значок по центру, чтобы перейти на страницу со сравнительной таблицей всех наших драг-заездов. Спасибо за просмотр.